В объективе программы Central Asian Report Тренды геополитики, точки консолидации, панорама современных реалий Центральной Азии. Политика, экономика и культура. События, тенденции, люди. Все это на одной территории. Здравствуйте! Это программа «Центральная Азия». Смотрите сегодня в нашем выпуске. А прямо сейчас центрально-азиатские новости. В Туркменистане утвердили государственную программу создания предприятий по производству различных видов электронного оборудования. В планах организовать по всей стране сеть небольших производств по выпуску электросчетчиков, LED-ламп, электронных табло, а также элементов, преобразующих солнечную энергию в электричество. Принятая программа – одна из мер по увеличению доли промышленности в экономике Туркменистана. В столице Узбекистана, городе Ташкент, муниципальный и общественный транспорт оснастят бесплатным беспроводным интернетом. Wi-Fi роутеры в тестовом режиме уже работают на одном из городских маршрутов. К концу 2016 года доступ во всемирную сеть будет обеспечен пассажирам большинства ташкентских автобусов, причем на скорости 4G. Сколько стоит внедрение этой технологичной услуги в транспортную инфраструктуру города, пока не сообщается. Кыргызстан погасил задолженность перед Казахстаном за поставку и несанкционированный отбор природного газа в период с 2004 по 2014 года. Сумма задолженности – 41 миллион 600 тысяч долларов. Ее выплату на себя взяла компания «Газпром Кыргызстан», появившаяся в результате покупки российским сырьевым гигантам в 100% акций «Кыргызгаза». Страны с богатой историей, в том числе и кредитной. За годы независимости Республики Центральной Азии активно привлекали для развития внешние займы. Один только Кыргызстан получил от сторонних финансовых институтов более 7,5 миллиардов долларов. И все же кредитный рейтинг центрально-азиатских стран в целом оценивается как средний. Как он формируется и на что влияет – смотрите в репортаже нашего корреспондента. Позволить себе жить взаймы могут далеко не все государства. Размер займа, процентная ставка, да и сама возможность кредитования зависит от так называемого кредитного рейтинга страны. Кредитный рейтинг присваивается независимыми рейтинговыми агентствами. В основном этот рынок монополизирован тремя крупнейшими агентствами. Они так и называются агентством «Большой тройки». Все они базируются в США. И в общем-то эти агентства не раскрывают детальную методологию присвоения рейтингов. То есть там в значительной степени субъективные критерии. Сегодня суверенным кредитным рейтингом в Центральной Азии обладает только два государства – Кыргызстан и Казахстан. Причем Казахстан получил его первым не только из числа Центрально-Азиатских республик, но и всех государств на постсоветском пространстве. Это было в 2004 году. А в 2011 этот критерий достиг своего максимума. В настоящее время Казахстана кредитный рейтинг на уровне BBB от Standard & Poor's, ведущего, пожалуй, агентства мирового, BBB+, от агентства Fitch. То есть это такой рейтинг не очень высокий, но пока что еще не низкий. То есть считается, что уровнем, это тоже все достаточно условно, но некий уровень, отделяющий инвестиционные рейтинги от так называемых, там, бросовых или мусорных еще называют. Хотя на самом деле такого понятия нет, это вот уровень BB+. Впрочем, брать кредиты у международных организаций мог бы государство даже с очень низким инвестиционным индексом. Но чем ниже рейтинг, тем выше проценты и наоборот. Кредиторами центрально-азиатских государств, как правило, выступают такие крупные финансовые организации, как Всемирный банк, Азиатский банк развития, Исламский банк и Европейский банк реконструкции и развития. Основные направления, по которым эти организации кредитовали Казахстан, это строительство крупных инфраструктурных проектов, поддержка отдельных секторов экономики и реализация антикризисных программ. Кредитная история Кыргызстана по сравнению с казахстанской выглядит незрело. В 2015 году агентство Moody's впервые присвоило Киргизии инвестиционный рейтинг B2. Это ниже, чем у Казахстана, но выше, чем у Венесуэлы, Египта и Беларуси. За годы независимости Кыргызстан получил свыше 7,5 миллиардов долларов в виде грантов и кредитов. Из всего объема полученных займок 28% Кыргызстан вложил в развитие транспорта и инфраструктуры, 22% в энергетику и 11% в сельское хозяйство. В среднесрочной перспективе эксперты прогнозируют снижение кредитного рейтинга как Кыргызстана, так и Казахстана. Это связано с падениями котировок на нефть и замедлением темпов развития экономик России и Китая, от которых центрально-азиатские страны сильно зависят. Жить стало лучше, жить стало доступнее. Для 15 тысяч трудовых мигрантов из Средней Азии, временно проживающих в российской столице, нашелся достойный ответ на извечный квартирный вопрос. Кому из трудовых мигрантов и где на Руси жить хорошо, выяснял наш собственный корреспондент в Москве. Мебель, бытовая техника и даже бесплатный Wi-Fi. В этой комнате все готово к заселению новых постояльцев, трудовых мигрантов. За 15 лет эта гостиничная сеть приняла более 6 миллионов гостей в Москве и Московской области. С ней сотрудничает Всероссийский конгресс узбекистанцев, конгресс молдавских диаспор, а теперь и представительство Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан в России. Соглашение с официальным представительством других стран помогает нам обеспечивать наших гостей-мигрантов достоверной информацией, правовой и юридической защитой, а также качественной помощью в оформлении миграционных документов. Мы совместно проводим культурно-массовые мероприятия, информационные и обучающие семинары. Гражданин Узбекистана Лев Яшин за 10 лет в Москве успел поработать строителем, грузчиком, курьером и почтальоном. Его заработок составляет 13 тысяч рублей в месяц. Прежде львиную долю от этой суммы приходилось отдавать за жилье. Но переселившись сюда, мужчина сумел сократить свои расходы в два раза. Это для меня огромный сумм. 5 тысяч, 4 тысяч – это для меня очень значительный сумм. Это мой отдых, например, это моя еда. Еще один постоялец этой гостиницы, Тимур Шербутаев, приехал в Москву из Таджикистана всего два месяца назад. У себя на родине после окончания колледжа он работал офис-менеджером банки. Сейчас трудится в крупной сети быстрого питания, обучает новый персонал. Об этом комплексе он узнал от соотечественников. Для заселения понадобился только паспорт. Я приехал, сразу регистрацию сделали. До сих пор я проживаю в этом отеле. А когда денег нет, можно посуточно платить. А если за месяц оплатить, тогда получается подешевле. Если сразу заплатить, 6,5 тысяч. А если разбивать, за один суток 285 рублей. Но были такие дни, но без денег ничего там оплачивали. Сегодня в России живут и работают 10 миллионов иностранцев. Из них более 1 миллиона 800 тысяч – это граждане Узбекистана. И еще 900 тысяч – это таджикистанцы. Большинство из них имеют рабочие профессии. Заняты в строительстве и сфере услуг. Привлекаются к сезонным работам. Стоимость аренды жилья в российской столице даже в спальных районах порой выше, чем месячный доход таких работников. Сотрудничество с гостиничным комплексом – это одна из мер правительства Таджикистана по созданию благоприятных условий для законного и комфортного пребывания своих граждан в России. Поскольку городские отели предоставляют очень хорошие условия при минимальных расходах, мы решили сотрудничать и провести осведомительные работы среди мигрантов, чтобы они по доступным ценам находили жилье с необходимыми условиями. И еще одна немаловажная часть, очень важный фактор – здесь гостиницы делают регистрацию прямо у себя. На срок проживания иностранного гражданина гостиницы регистрируют. Например, если мигрант снимает квартиру, не каждый арендодатель соглашается зарегистрировать, например, иностранного гражданина у себя. А это чревато правонарушением. Официальные представители таджикских властей надеются на расширение сотрудничества с российскими компаниями в сфере доступного жилья. Тем более, что такое партнерство строится на взаимовыгодных условиях. Иностранцы получают комфортный кров, а российские фирмы – стабильный приток клиентов. К 2020 году свободно владеть казахским языком будут 95% граждан Казахстана. Таков прогноз экспертов. А пока для третьей населения 17-миллионной республики этот языковой барьер остается непреодолимым. Всю прошедшую неделю мы провели в поисках самых доступных способов заговорить на одном языке и подготовили подборку наиболее любопытных методик. Подробности в следующем сюжете. Субтитры создавал DimaTorzok Методист Самала Тыгаева готовится к новому учебному году. В центре бесплатных курсов казахского языка он начинается не в сентябре, а в марте. Да и за партами здесь сидят совсем не дети. Бесплатные курсы казахского языка при Акимате предназначены для государственных служащих, которые работают в местных исполнительных органах. Также для жителей города. Для определенных слоев населения к ним относятся пенсионеры, инвалиды, безработные. Они обучаются на бесплатной основе. Ежегодно обучение в центре проходит более 700 человек. Образовательная программа разделена на три уровня. На освоение каждого из них требуется от восьми месяцев. Впрочем, скорость обучения в большей степени зависит от самих слушателей. Мы знаем конкретных, отдельных, например, слушателей, которые они вот в результате этих курсов могли уже говорить, начали уже кто не умел писать на казахском языке. Те, у кого самодисциплины в избытке, а времени посещать групповые занятия нет, могут изучать казахский язык дистанционно, например, с помощью онлайн-ресурсов. Онлайн-курс казахского языка suilu.kz мы открыли в декабре 2013 года. На наш сайт со всего мира, не только из Казахстана, со всего мира зашли около полумиллиона пользователей. Из них зарегистрировались на сегодняшний день 35 тысяч, ну, свыше 35 тысяч человек зарегистрировались. В числе этих пользователей маркетолог Анастасия. Языком занимается ежедневно, но в удобное для себя время. Степень усвоения учебного материала оценивает беспристрастный электронный тест. И если его результаты неудовлетворительные, пройти урок можно еще раз. В среднем через полтора месяца ежедневных занятий учащиеся начинают понимать разговорную речь. Впрочем, если цель именно заговорить по-казахски, есть смысл посещать разговорный клуб. Встречи в любопытном формате бесед и дискуссий проходят несколько раз в месяц. По словам автора проекта Бахаджана Бухарбая, в непринужденной обстановке преодолеть языковой барьер получается быстрее. Мы их считаем. Казахским языком владеют все. Только не каждый об этом догадывается. И у каждого из вас есть в пассивном словарном запасе 300 слов. То есть, значит, и у меня получится выучить казахский. Да, нет, и у вас получится. Без проблем. Чёрный спецедрик, курси темс. На такие клубные встречи приходит около 30 человек. Многие из них иностранцы. Несколько вечеров, проведенных в дружелюбной атмосфере, и гости больше не говорят на разных языках. По информации портала egov.kz, сегодня в Казахстане функционирует около полутора сотен центров, обучающих казахскому языку. Больше половины из них дают знания бесплатно. Слушателям остаётся только выбрать удобный для себя формат обучения. На этом всё. Вы смотрели «Центральную Азию». До встречи в эфире на телеканале Казах-ТВ. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова